Мерседес представил новую модель, компактный кроссовер GLA или GLA, построенный на переднеприводной платформе А и Б классов. Но новинка будет продаваться и в полноприводной версии, в основе которой новое поколение системы Firmatic с электрогидравлической муфтой. Автомобиль получился довольно крупным, 4 метра 42 сантиметра в длину, 1 метр 80 сантиметров в ширину и почти приблизился по габаритам к старшему кроссоверу GLA. Благодаря растянутой платформе кроссовер в сравнении с соплатформенным А-классом имеет довольно приличный багажник объемом 421 литр. При сложенных задних сидениях его объем увеличивается до 836 литров. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, а дверь багажника опционально может быть оборудована сервоприводом. На старте продаж модель получит 4 силовых агрегата, 2 бензиновых и 2 дизельных. Базовым станет 1,6 литровый бензиновый мотор мощностью 156 лошадиных сил, а самым мощным 2-литровый бензиновый агрегат в 211 лошадиных сил. С ним полноприводный кроссовер ускоряется до сотни за 6,5 секунды, потребляя при этом 7,1 литра топлива на 100 километров в смешанном цикле. Самый экономичный дизель объемом 2 литра с расходом 4,3 литра на сотню и мощностью 136 лошадиных сил. Вторая дизельная модификация – это тот же мотор, но его мощность увеличена до 170 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет предложена либо 6-ступенчатая механика, либо 7-ступенчатый робот. Конкурировать новый маленький кроссовер от Mercedes будет Saudi Q3, BMW X1 и Range Rover Evoque. Живьем автомобиль покажут уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи начнутся в следующем году. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...